И очистены от всяких скверных, и спаси блажей души наши. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Хорошо ли не одержится? Все, пошел. Во имя Отца и Сына, если так и Духа. Матфея, 17 глава, с 24 по 27 стих. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру Собирателю Дидрахам. Это было у нас, да? Там написано откуда? Да, я понял. 18 глава, мы полностью прошли. 19, 27. 27. А, 27, да? В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Толкование блаженного философии. Видя, что учениками овладевает страсть честолюбия, Господь смиряет их и в пример бесчиславного отрока показывает им путь смирения. Так и нам должна иметь смиренный ум, впрочем, не детский, и быть не злобивыми, но не неразумными. Надо же. Словами, если не обратитесь, показал, что они перешли от смиренно-мудрия к честолюбию, следовательно, должны были возвратиться опять к тому же. То есть, к смиренно-мудрию, от которого уклонились. Сегодня так много говорили о честолюбии, о смиренно-мудрии, о безумии говорили. О чем мы говорили сегодня, кто помнит? Очень много. Об иеродивых. Иеродивые. Как раз об этом мы, видите, и читаем тоже. Почему? Вот нам ответ на вопрос. Игнатий Тихонович много нам сказал, но самое главное, кажется, Господь нам оставил на закуску. Ответить. Почему они это делали? Почему? Вот он ответ. Почему? От смиренно-мудрия обратились к честолюбию. Что такое честолюбие? Честолюбие. Чистая любовь. Да, переведем. Честолюбие. Да, честная любовь, да? Честная. Нет. А что такое? Это хорошо или плохо честолюбие? Плохо. Вот у нас был один брат, и он это говорит. Я с тобой не буду больше дружить, потому что ты нечестолюбивый. Я говорю, как ты честолюбивый? А что тебе больше ничего не надо? Вот работаешь там где-то и работаешь. Я вот хочу там быть прорабом, потом там строить стройки там и так далее. А ты, говорит, ничего. Да, амбиции вроде как бы проявлять. Какое синонимы слова честолюбивые? Амбициозный. 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 Ну, неплохо, да. Что такое амбиции? Это стремление, скажем так. Это человек? Потому что ты находишься где-то в определенном положении, хочешь еще больше. Ну, а как так, чтобы понятнее-то было сказать? Нет, это не то. Амбиции, когда из тебя прет. Нужное, ненужное. Как говорит Слово Божие нам? Возлюбленные, не мните о себе больше, чем нужно. Человек думает о себе больше, чем нужно. Чем он есть на самом деле. Да Господь дает таланты человеку. А человек пытается перешагнуть это и показать, что кому-то дали два таланта, кому-то пять. А какой-то говорит, а мне дали там 20 талантов, а на самом деле у него всего один. И нету других талантов просто. Есть только талант один, разрушать, превозноситься над другими. Давай. Ефросиня, ты говоришь, что честолюбие это плохо. Чем плохо честолюбие? И что такое честолюбие? Как ты понимаешь? Просто я, наверное, перепутала термины честолюбие и... И человеколюбие. И чистоплотность, да? Чистоплотность это плохо, да? По твоему мнению. Нет, она правильно сказала, что честолюбие плохо-то. Ну правильно. А сейчас, когда честолюбие... Честолюбие, конечно. Честолюбие, конечно. Ну, когда его хвалят, все время его восхваляют. Они не попадали еще раз. Игнать Ильич. Так оно само слово себя включает. Что как пароход. Паром движется пароход. Турбина работает. Честолюбие. Похваль Бог. И он ради этого все делает, что где-то повысили. А это дорого обходится. Если у тебя была какая-то счастье, рано или поздно, если ты избран Богом, это карамысло переломит. И поэтому Бог накладывает на другую сторону, уже, чтобы ее поностили, так и выравнивает. Тут хвалят, а там поносят. Это естественно. Это карамысло Бог взвешивает. Что интересно, славолюбие и чистолюбие, в общем-то, они и те же слова. И он затоус говорит, слава имеет особое свойство. Когда человек за ней гонится, чтобы его там пропечатали, его там въедили. Игнать Тихонович. Ну, все время идет, что-то вперед идет. Там губернатор, доминистром найти надо. Еще из этого случается. Слава тебе убегает. И нас кого-то другого подставили. А если ты убегаешь от него, да мне это не надо. За тобой будут гоняться. Я это абсолютно точно знаю. Вот здесь, вот в этой комнате, где я лежал, был тогда Золотухин Валерий Сергеевич, этот артист. Вот здесь. Я ему сказал, он меня удивил, как он присел тут и как раскатился. Я говорю, а сейчас такое-то. Он думал, он меня удивит этим. Я говорю, нет. Для Бога как ты. А он, я храм строю там где-то быстро, исток или где. Я говорю, храм души разрушен, этот храм не поможет. Лежу, он брейко с ней. Пять, говорит, зажорки, не знают, как имущество разделить. Храм построили около храма. Артиста такой, говорится, третьестепенный, не то, что там это. Ну, с Мироном Евгением там, или не сравнишь с Лавровым, с Ульяновым Михаилом. А то он же, артист какой. Он смотришь, он, артист, его видно, что он нарочнейший. Вот это еще мастер и Маргарита, он там заходит, тут ему как-то подошло, его такая эпидиономия. И он, смотри, сын у него чем он закончил? Самоубийство. А второй сын ему говорит, пап, вот я по телефону слушаю, и ты все время врешь. Почему? Ну, ладно, он сам написал это. Другой бы это даже скрыл. Все время врет. Почему он все ломается, под кого-то надо походить. А какой ты настоящий? Ну, помните, тогда был Филипп, артист такой все гнулся везде, петель, везде журналы был. А закончил... А закончил жизнь как? Не ищи? Есть нечего. А кто-то у него эпиграф, эпиграф говорю, автограф просит, он прям кидался драться. Он не хотел, чтобы его считали тем, но твоя жизнь там прошла. Вот Вячеслав Тихонов, когда по двору идет, ему кричали, Штирлис идет. Ему не нравилось, он кроме Штирлиса, это еще есть это, белый бим, черное ухо, там ботт-ридравлый, там военного, где как. А у людей это ничего не запомнилось, а только Штирлис, это действительно коровный его номер. Или это Шариков, Толоконников Владимир, где бы он ни появился, и кричат, Шариков идет. Да я не Шариков, я Толоконников. Шариков идет, отказывается от фамилии. А то он сам опять же говорит. А ты своей-то фамилией-то, именем там, запечатляйся, чтобы все знали, назвали тебя, уже все. вот я сказал, у нас было здесь три священника в Покровском загорье, и Аксения Михаила. Михаил. А какой Михаил? Старый. Старый, два старых, один молодой. Какой? Лысый или не лысый? Надо какие-то более сильные эпиграфы дать. А батюшка учился в семинаре, и говорит, если сказали, Артем, да это Якин сказал, уже не надо, уже не знают, что-то потеряю, где он один с этим именем. И тогда уже ничего, он нормально это воспринимает. Вот говорят, сейчас-то любимый, еще был Брежье. Он, когда, говорит, уезжал в Крым, а там ему кухарка потасила, она должна была подходить и говорить ему, товарищ генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, председатель президента Совета Советского Союза, больше подан. Благодарю. И дальше, и каждое блюдо, она должна была, полный чин его. А он нам медаль, это сколько он собирал-то? Все какие были. Только что у папуасов кольцо золотое в носу не получил. И он, наверное, присвоили ему воинское звание, да, генерал, потом маршал, в мирное время маршал, это вообще весь невиданная такая-то. Но он любит, и он нацепляет, такие же стоят маразматики рядом, вот такие вот. Без реанимации играть шагу не сделают. Ворошилова, когда ехал на свидание, машина реанимации всегда сзади шла. Я не выдумываю, это прямо написано так. И что? Ну и что, с чем остался? Остался то, что вот это честолюбие, это все и осталось. И как они это любили, что вот называли, и рухнуло, нет ничего. Гроб рухнул, главное, не удержали. А вот говорили, а можно было и не говорить. Как-то присвоили ему какое-то звание, я не знаю, морское, моряк, он не плавал. Так дали ему кортик, и кортик нацепил. Кортик-то ему не надет. Ну, лежал, такой висит. Вот так вот, вот так его поднял, и маленько обратно, он легко заходит. А я вот так подпрыг, дослужился. Дослужился, кортик дали. У него негде было вешать медали. Четырежний герой. Ну, Покрышкин, Кожедуб, тут понятно, на фронте, рисковали жизнью. Семьдесят самолетов сбил. Это самое большое, семьдесят шесть, кажется. А у немцев были, которые сбили более трехсот. Вот это астцы были, более трехсот самолетов. Это целая эскадрилья у нас не сбивала столько. Так таких сколько у них было? Спрашивают, а почему так сейчас в интернете ничего нельзя сказать. Самолеты-то наши сбили. Наши, то есть советские. Но это высокое мастерство. Никакое, вот был такой, я сейчас не знаю, это тогда Мильбурге были, Олимпийские игры. И прыгать шестом. Самое больше там, четыре, сорок, а это пять двадцать. И кто священник католический. Он одежду снимает, перетел, его называли летающий пастор. Ту же медаль получил, олимпийскую медаль, и быстрее, на самом деле, служба там, надо успеть. Какие люди? Он совершенно нечестолюбивый. И вот сейчас поздравлять, да не надо мне ничего, мне некогда. Папа ждет меня. А это не так. Какая-то маленькая даже истежка или что-то выламывается. Вот я вчера посмотрел, который на меня нападает. Не приведи Господь. Лучше срока сидеть, чем его должен занимать. Ему дали на меня. И он это собирает, ну собирает, что попало. Как говорят, крыша не поехала, сгорела. Вот все абсолютно. Смотрит, как комната где-то. Это дали неправильно у Лапкина. Вот сколько стоит? Квадратный метр стоит 400 там тысяч. В Парнамуле вообще-то такое она мелет. Да. Сотка ли? А сколько у него? 13 соток умножил. Как могли это здание дать? Оно многомиллионное. Два здания. Он не знает, там 15 магнитопонов нашел. А дальше... Ему зачем это исследовать-то? Когда суд завершился, я уже здесь 27 лет, все абсолютно никак назад не вернуть уже. И вот какое дело. Как говорят, собачье дело. Собачье дело. Он привык огавкать и хватать. А тут подавился и не может попержался. Опять кинулся на меня, хватил, зубы застряли, он дергает. Это в Англии сделали этим, которые разносят почтовики, почталям-то. Вот. Такое конфетку. Собака кинулась, я ей кинул, у нее зубы сжал, она ржать не может. Слепляет. Жевательная резинка такая. Ну, там что-то такое есть за фашистой, чтобы собака-то тоже... Да, не дура. Ну, и она мордой там машет, и она говорит, ну, приветствие. Это точно так же. Очень сладолюбие. Вот мне нету Татьяны, она говорит, знакомая ей там, девочка маленькая такая, учиться плавать в Барнауле. Ну, хвалили, хвалили. Она соревнования пришла, она не заняла первое место, чуть ли не третье. Домовики неохота. Плащет и плащет сидит. То есть она хотела. Ну, какая тебе разница? Главное, что ты не утонул. Это же как здорово. Вася, тебе что, вперёг всех надо, что ли? А ну-ка, поставь стул на место, иди сюда. Тут мест много. Иди сюда. Никогда не брать стул. Пещерный человек, иди сюда. Так, первое записывай. Стул не взял, не отнёс. Я ему сказал, записывать буду и всё. Поставь на место стул, иди сюда к нам. Хватит пещеры сидеть. Не отсидишься. Иди на царство Божие сюда. Двух света. Так, Игорь говорил, Василий подач не пошёл. Сейчас я запишу. Сюда иди сюда. Вот за стол, за ней. Понял, какой вот. Юродство напустил. Вот идёт, как будто бы, напугали. А сестра, говорит, увидала его в магазине. Вот так, говорит, иду с тяжёлой сумки. Он в меня прям врубился. Врубился такой весёлый, вокруг меня пляшет. Он говорит, ну чё ты, я такая, прям, ну, начал разговор. Он говорит, так разговаривает, такой балабол. Чуть в кафе её не пригласил. Это вот уже и уродивая. Я говорю, да ты придумываешь. А чё придумать мне? Я сама удивилась, чуть сумки не уронила. Давай, считай, дальше пойдём. А тут ходит, как штаны. Может, кто пожалеет. Может, кто пожалеет. И так, Ефросиня, честолюбие. Запало тебе? Я говорю, на сердце не брать. Можешь теперь... Слова и Гатильныш. Теперь можешь объяснить, чё ты. Выстор, да. Вася, не губь, да. Питаемся на кухне. Вы, это был у меня с ботасалом на место. Зачем сюда прибыл? Дальше, ты привёз сюда. Я сказал, сюда не ставить. Это проход люди идут. В коридоре кто же ставит. Так, всё. Так, второй. Так, чтобы никто из нас не дожил в этом возрасте до такого. Не всё, в любом направлении. Он не тем занимался. Я прошу, Владимир. 24 февраля. 19 февраля. Так, а потом я тебя предупредил ещё. Спасибо. Я предупредил тебя, иначе по-другому никак нельзя. Чё, Енатиль, на третий дом копите, да? Не, ну тут же кое-чего было у нас. Просили. В обратную сейчас пойдёт. Матфея, 18 глава, 5-6 стихи. И кто примет... А, вы знаете, до этого был не первое, тут пропущено. С первого по четвёртый здесь было. Матфея, 18 глава. А теперь, 18 глава, с пятого по шестой стихи. Вот как тут. Я думаю, ещё там. И кто примет... И кто примет одно такое дитя во имя моё, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Так, блаженный феф-фалак. Хоронить некого. Ужас. Вы, говорит, не только сами должны быть смиренные, но если ради меня почтите и других смиренных, то получите награду, потому что меня примете, когда примете детей, то есть смиренных. Так, говорит, и наоборот. Кто соблазнит или обидит одного из малых сих, которые уничижают и смиряют себя, хотя бы были и велики, тому лучше было бы, если бы на шее его повесили мельничный жернов и потопили в воде. Выставляет на вид столь чувственное наказание с той целью, дабы показать, что тяжкому мучению подвергнутся обижающие и соблазняющие смиренных во Христе. Но ты разумей, кроме сего, что если кто соблазнит малого и в собственном смысле, то есть слабого, вместо того, чтобы всячески поддержать его, тот также понесет наказание. Тем вернее, что слабый обыкновенно скорее соблазняется, нежели крепкий. Вот у нас как раз Василий Николаевич слабый, а есть крепкий. Его обижать ни в коем случае нельзя. Поэтому, вот сидит он, ест, не трогайте его, пускай он ест целый день, сутки живет и живет, и превратится в корову. И тогда уже можно будет его забить на мясо. Правильно я говорю? Ну я как корову не делаю. Так, все. Все, все. Ну не надо остановись. Все. Еще, сорвал, вода плынула из туалета, покутали. Ты будь смиренным, сам-то. Смотри на брата и учись. Я так понимаю, что это продолжение, и так много от смирения из-поговорения. это продолжение нашей жизни. Нашей жизни, да. Ну а вот, можно же вот этого назвать, который сейчас в ролике ставит, что он малых всех соблазняет? Да он не то, что соблазняет. Это безумец из безумнейших. Он ничем не занимается 10 лет, и у него команда там набрана десятки людей. Все получают, и у него каждый день в новой форме являются. Новая. И он вчера пытается оправдаться, показывает, это мне дали оттуда, дали оттуда. Ну да, такой, говорит, бренд, самый такой первосортный, каждый день, даже богач себе не может позволить. Притом нигде не работает. Не могут показать, он ничего своего не показывает. А тут на меня-то дотнулся, и как лавину прорвало, и тысячи людей на него-то. И он сейчас это показал. Ну тут уже ничего не мог набрать, просто к дому привязался, пороскунул. Пороскунул, прокурор украли. А он мог бы сказать, вот смотри, Латвин, как-то и прокурор в крае к нему расположен. Может, мы что-то делаем не так. Так ладно. Ну мэр города приезжает сюда, мэр города, при том, мэр, в десятку лучших мэров России попадает. Я говорю, об аварии. Ну ладно так. А как губернатор подмахнул нам такую бумагу строительства потеряевки Суликов, посол Беларуси, он мог это сказать, этого ничего не видит. Ну а кроме этого, мог бы сказать, я поминаю, какое отношение было к председателю краевого суда, генерал-майор. Мог бы, председатель алтайской юриста, юриспутент, как называется, вот регистрирует, генерал-лейтенант, процент, его слова тут записаны. Он этого ничего не видит. Он ослеплен злобой. Злоба вообще отнимает разум. А предвзятость не дает здравому мышлению. Я один вчера больше часа, сейчас, наверное, там сорок или сколько, слушал, но у меня так не бывает, чтобы все веселое настроение было. А тут я ничего. Я только сижу и про себя мысленно. Надо же, как обезумел совершенно. Где-то на кого нападал, на сектантов, там понятно, они и так что-то понимают. А здесь ничего нет. Дом. Ну какое отношение он дома имеет? А дом хороший, как это могло? Мало заплатить и проще. Никак. Да вообще не заплатили. Он не знает из чего совершали. Он мог бы спросить, да зачем ему иди работай. Мужик-то еще не на пенсии. Притом, такая бандитская биография, это вообще не придумаешь. Да зачем тебе это надо-то? Тебя бы никто не знал. А сейчас распечатали и где-то что-то находят и где-то там и все это идет на пони с музыкой. Вы обязательно посмотрите. Но он там первый ролик, когда правосоставляет, он там пишет. Он в комментарии пишет. Все извращено. Я с ребенком стою там, с ребенком разговариваю, значит педофил. А это смотрит, что, Никиту надо на ней женить. Когда там картошку-то не поднешься. То есть у них ничего больше нет. Они ничего не знают. А что по природе знают, как бессловесные животные, тем расслевают себя. Я не успеваю отмахивать. Ой, точеная фигура. Мне бы такую жену. Аптека ходящая, они глядят на нее. Ты им отрежь, скажи. Я старая поднялась. Вот и весь в кассе. Такая. Так это она. У нас все хорошие сестры. Что зарится на это? Ну, ты верующий, ты еще пакости-то распускаешь. Чтобы отрезать. Православный называется. И этот тоже. А что Богородица? Богородица, что? Она куча детей нарожала. Это он. Что? Богородица. А троица как? Папа, мама и ребенок. Ну, какой он. Да, придурок. Это вообще богородица. Это богородица. Это стервец, как один пишет его. Так он без мыла в задницу-то влазит. Братья, сестры, братья, сестры. Братья, сестры. Вот он такой. Братья, сестры. Видите, он такой. Братья, сестры. Да ты что ты с этими братьями-сёстрами. У него нет. Ничего нет. Ему все враги. Десять лет у него должность такую дали ему. Кого скажем, того ты должен. Ну, тебя будут помогать люди из роликов отрезать, составлять. Ты будешь только комментировать. Но нигде, чтобы твоё фото не было. Двое, чтобы фотографировано. Нигде его нет. Вот и весь сказ. Пошли. Чудо. Я только молюсь. Помогите молитвой, чтобы Бог вразумил его и не дал погибнуть в этом безумии. Он ничего не представляет. Ни опасности, ничего. Нет. Сквернависы, сквернависы. Да их мало людей. Да хватает. Патитого уже. Матфея 7, 7 стих 18 главы. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Толкование. Как человеколюбец, Господь оплакивает мир, имеющий терпеть вред от соблазнов. Но скажет кто-нибудь, зачем оплакивать, когда нужно подать руку помощи? На этом мы можем сказать, что и самое оплакивание кого-либо есть уже своего рода помощь. Часто случается, что тем, для которых бесполезно было наше убеждение, мы доставляем пользу. Только я доставил, положим. Когда начинаем плакать об них, и они приходят от того в чувство. Под соблазнами, разумею, людей, препятствующих нам в добре, а под миром людей дольних, присмыкающихся по земле. Достойный мук соблазняющие, что они же производят и нужду соблазна, сами по себе располагаясь и решаясь на то, чтобы быть причиной соблазнов. Священному Писанию обычно называть жизнь грешных миром, а провождающих ее мудрствующими по земле, по земному, потому-то и ученикам Христос говорит вы не от мира. Богатый русский язык. Слово мир можно всячески. И с миром мы принимаем, к баптистам пришли и стоим ждем, когда баптисты зайдут и все, чтобы вместе зайти. Ну там еще служения много времени. Идет бабушка такая, ну лет, наверное, под 80. А мы так договорились, что будем приветствовать по-христиански мир вам. Ну и приветствую мир вам. Она такая встала и такая с бодашком. Это что ж такое? Это вы что ж стоите? Нам мира какого-то желаете? Нам и так этот мир уже вот тут вот загланды вроде того. А мы вместо писания говорим, да Христос же встал посреди и сказал мир вам. Она такая, ой, да Христос-то да уж сказал, да вы с этим оказывается пришли-то. Такая проверила нас бабушка. Ага, молодцы они. И все, и пошла. Мы потом посмотрели, да, действительно. Прямо они молятся своими словами. Я не знаю, как у них там планируется это или прям Господь им дает. Некоторые молитвы, очень-очень благозвучные молитвы люди возносят. Там все на колени так становятся, а один встает и начинает молиться. А бывает бабушка какая-то, бывает, ну, ну, на шее не видел, ну, какой-нибудь брат, как у них. Так что, смотрите, кто крепкий, кто не очень крепкий. И помогайте друг другу. Чтобы не быть соблазняющими, понятно? Не надо соблазнять никого, Енофа. Не будешь никого соблазнять? А тут мы слышим о тебе такие речи уже нехорошие, что ты рисовать любишь уже на себе. Нет, такого не было? Нет, Чего ж такая-то пришла до нас с ним фнорабанцей там непонятная? Ну, помоги, Господи. Видишь, как блаженно ты, блаженно ты, видишь, как сатана тебя достает уже через слухи. Да, так красиво и у нас. Так. 18 главы 8-9 стихи. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки и без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Толкование. Под рукою, ногою и глазом разумей друзей, которых мы считаем как бы собственными членами. И так, если бы из числа и таких, то есть самых близких друзей оказались иные зловредными для нас, то должно оставлять и отсекать их, как гнилые члены, дабы они не заразили прочих. Таким образом, отсюда ясно видно, что если и есть нужда прийти соблазнам, то есть вредным людям, то нет нужды нам портиться от них. Ибо если будем поступать так, как сказал Господь, если станем отсекать от себя причиняющих нам вред, хотя бы то были и друзья, то не потерпим вреда. Вот какое важное событие узнали. Так у кого много друзей из вас? Тарасия, у тебя где друзья все находятся? В школе. Музыкальная? Нет, в общепрозавательной. В общепрозавательной? Они знают, что ты верующий христианин? Сами-то молятся, вот так вот умеют? Умеют, но не молятся. Не молятся? Нет. А как ты их друзьями-то посчитал? Вот это Нафанаил и Давид были друзьями написано. Так они знаешь, как дружбу закрепляли? На крови. На крови, да. Давида должны были убить. Сейчас научишь меня сына, на крови. На крови, говорит, на крови. Давида, Давида, вы слушайте, вы что тут загалдели-то? Слово Божье-то слушайте, раз ничего не знаете. Как, ну, что-то вы знаете. Тогда что говоришь, что попало? Давида должны были убить, а Иоаннафан его должен был предупредить, а убить его должен отец. И он говорит, слушай, я знаю, отец сегодня меня будет поджидать на Перу, чтобы взять меня и убить. Он говорит, да не может этого быть, у меня батя хороший такой, Саул, он нормальный мужик. Ты что? Ты победил-то многих врагов. Он говорит, давай я сегодня не приду, а если он обратится и скажет, где он, и огневается, тогда ты поймешь, что он меня ищет, чтобы убить. И так все и было. И обратился он и говорит, где этот сын такого-то, такого, нехороший. Он говорит, да он там пошел, отпросился, как ты смел отпустить его, что я не приказывал его отпускать. И он тогда понял, что готовит отец против него убийство. Ну, потом дальше все это подтвердилось. Когда за место него в постель статую положили, и стали они как братья родные, написано. И обнялись они там где-то за полем, за стенами Иерусалима. И плакали, говорит, на груди друг друга. Потому что поняли, что они увидятся друг с другом. И так и было. И гонял его до такой степени его, Саул, а сын все время защищал его, Иоанна Фан. Пока оба они не погибли в битве с темлянами. И Давид его так и не увидел. И потом только оплакал в песне два могучих льва, которых все любили, спели про них песни. Пали. Вот это друзья, слышишь? А они-то что тебе друзья, что тебе сделали? Ничего. Ничего не сделали, уже друзья. Вот так вот. Вот так вот. У кого еще это есть друзья в школе? Подруги. Еще им много. Подруги. Это всегда подруги. Это как ты заговоришь, что они подруги. Старшие, младшие. Всех будет кормить. Добрая душа. И что они тебе сделали, подруги-то? Что помогает тебе? В учебе. В учебе помогает? Да, мы все вместе учебе. Все вместе. Молодцы. Подруги. Ну ладно. Ну что тут про друзей-то понятно, что написано? А какие это друзья? Почему? Именно глаз, там нога, рука. Это друзья. Какие друзья-то? Самые. Которые ведут куда? К спасению. Тихо, тихо. К спасению в гиену. В гиену огненную, которые друзья ведут. Вы смотрите за этими вашими близкими. Это не друзья. Это товарищи ваши там, ну, сослуживцы и так далее. Внимательно смотрите за ними. Как поведут вас в гиену? А в гиену куда поведут? Когда скажут тебе, что, верующая? Косынки ходишь? Не красишься, ничего. Дура-то. Гляди как надо. У меня сидят пацаны мои. Что, не говорят так тебе? Нет. Не одна? Ну молодец, повезло тебе. А тебе скажут, пойдем с нами за забором, там вот, покурим. Пойдешь? Друзья. Друзья. Скоро позовут друзья твои. Вы с друзьями поаккуратнее, видите, потом придется отрезать их. Чем меньше будет, когда возрастете возраст Христов, у вас друзей, тем потом сердце спокойнее будет. А то наберут таких друзей, как в шее на голову. А друзья как переводится? Друг как переводится? Друг. А семья как переводится? Семья. Семья. Вот семь таких сидят, как я. Семья. И друг тоже так же переводится. Друг это ты сам. Друг это твоя противоположность. Смотришь в зеркало. Вот это друг. Так вот. А Господь как? Что нам говорит о друзьях? Ну-ка. Закон какой первый со мной? Божий. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Понятно? Даже не друг это будет, а просто рядом человек, и ты должен его вот так любить. Понятно? А как любить? Как самого себя. А что ты себе хочешь? Господь, что тебе дает? Спасение. Спасение. И ты себе хочешь спасения. Так вот этому ближнему своему покажи спасение. А друзья твои, они уже должны Библию давно должны читать. И тут сидеть рядом с нами. Вот какие друзья у тебя должны быть. тогда скажи, это друзья. Игнатин Иванович, скажите что-нибудь о друзьях. Друзья, друзья познаются в Библии. Это поговорка такая. Хорошая. Это заключение, там, КПЗ, в Библии, рисует колючая проволока и надпись «Свободу может понять только тот, кто потерял ее». Нет, друзей? Отлично. Вот у нас потеряют, я и живу так, есть люди некоторые. За все время, за 10 лет ни в работе хорошей на работе, ни с работы, ни своей, никто, никого нет. А везде пытаются подправлять. Ну ты один, батюшка, ну хоть бы раз. Покажи, кто твои друзья, я скажу, кто ты. По моим друзьям ты определишь и меня, с чем они напитаны. Это нет еще, сказать еще нельзя. Они не соображают, ничего, но ему надо на плаву держаться, он начинает крылья распускает. Одно слово сказал, вот сейчас у него как будто бы, говорят, скотушек съехал, ему как будто голову снесли. Вчерашний ролик, который поставили, опять же зато, совершенно безумно. Ну как он может дома-то брать или это на весь мир вылазит, это и прокурора, края бы он нашел, там что-то сделало. До уровня дурака не дорастет никогда. Это намного-намного ниже опустился. А почему? Он играл Словом Божьим, нападал на людей. И молитва дошла, но на мне он споткнулся. На мне многие зубы тащили, да без зуба остались. Потому что ничего нет. И поэтому даже и так же и тут отец Геннадий как-то говорил, Геннадий еще говорит, делает, Геннадий пас. Вот, говорит, вы вызываете противников, за стол садитесь, дал бумагу, пишите, с чем я согласен. Сейчас меня, ну кто будет судьей-то? Ну давай, поставим кого судьей. Ну кто тут там, вы даже не знаете. Ну честного кого-нибудь надо поставить. Виктора Андреевича поставим. Да, или Василия Николаевича. И мы все равно. Ну давай, председателя избрали, идет суд, я сижу, ну давайте обвинение. Он считает, нет, это не пойдет. Он же написал. Нет, это тоже не пойдет. Там голый лист. И там люди говорят, арбутырские бегут не знает в какую сторону тогда. Вас спасает вашу безупречность. Это его слова. Безупречность, нет ничего. То есть я грешен, я знаю, но вы выдумываете. Значит, того, что у меня есть, этого недостаточно, чтобы у меня голову снести с плеч. Меня нищим не занимаются, нищим. Собрания хоть одно нету. С детишками хотя бы один день я там занимался, с чужими. Нету. А у меня 475 роликов только про лагерь. Ну вообрази, что там есть. И бегут, и Сережа-то ягоды собирают. Бегать по футбольному полю, кружку налить воды, кто бежит быстрее. Это видела? Девчонки эти маленькие были, двойняшки. Как они с этой кружкой несутся, надо набежать. Или бежать, там, подчеркнуть, и сюда принести. А что принесет, так она бежит-то? Она бежит, а если рукой держать, чтобы меньше было, можно так. Она бежит, и скорости тот. А тот бежит быстро, еще нет. Ну как, вот когда они играют там, играют на соревнования, стрелять надо, и на лыжи быстро ехать. Биатлон. А она упадет, в это время-то надо и стрелять, а грудь-то колышется, и поэтому мимо пуля. А это что бежало, пропало. Это придумали специально. Ну конечно. Для войны придумали. И любое дело, которое... Какие друзья? Друзья. Ну а вы кого считаете? Я упоминаю. Меня там этот вопрос задали. У вас друзья есть? А такие-такие, чтобы вот, и вы провелили, как вы с ними обращаетесь? Вот в этих книгах, там первый том, я вам все отвечаю. Им достается от меня намного больше, чем в обыкновенном, который ходит на занятия. Потому что раз он близкий, я больше не спрашиваю с него. Вот так. Так мы живем. Нет, ему нельзя. Особенно мне запомнил, в Турции, когда была русская мафия, нас обложила. И нам еще нельзя сделать. Они требуют денег. Тогда отпустим машину. Пошел Витя где-то 100 долларов просят. А уже к утру они запросили 400 долларов, чтобы нас выпустить. На таможне. Я сказал, ни шагу никуда, ни с кем не разговаривайте. Становимся, подняли руки, а полицейский участок прямо на нас где-то. Полиция выходит турецкая, все видят. А что это такое? Не знаю. А видимо там отстегивают деньги этим рядом. А этот проходит утром, смена у них в мафиозе. Ну, тем-то спать надо, а мы-то они здесь проходят мимо. Этих нам не взять. Этих нам не взять. А я пошел к начальнику, там подарил книги, все пробивная, разбита бреши, в эту бреши вводим войска. Пролог в Келлифтберге. Понимаешь, надо жить интересно, красиво, в бедности. А это кого привлечет греши и супер греши? Ну и сиди. Даже не рано, а гнилье одно. А ты вспомни, сокол, когда у Горького, то как он? Орел. Да, Орел. Орел молодой. А змей влетел, уши, уши есть, взлетел и упал. Теперь я знаю, что такое полет. Сейчас лапит в падение, ну на землю вернулся, ну а метр подпрыгнул-то. А этот там, он бы еще раз поднялся, прижал бы к своей груди и задохнулся моей кровью. Вчера, считаю, ролик, показали один, ошибка киллера. Ошибка киллера. Меня это заинтересовало. Я думал, у меня бы не было ошибки, хотя начал сам смотреть. Вот думаю, как промахнулся. На сибирске был. А его знали от юности, какой он молчун был. Учится в военной академии, никто не знает, что он безмесьмен, миллионер. И только последняя сделка у него была на 200 миллионов долларов из Германии. А его высчитали и заказали. И предал его именно товарищ, который, он никого не открывался, который рядом сидел. А ему сказали, половина этих пакета идет к тебе. И он на это пошел. Ну и киллера там, и откуда-то наняли. Он, кажется, снайпером был в вооруженных силах в Чечне. И прямо возле дома, под королево. Никто не знали, когда он возвращается. И как они по крышам уходили, пистолет бросили в вентиляционную трубу. Ведь высчитали, нашли и достали пистолет. Каким образом шли? Значит, две первые пули в сердце прошли, а три, кажется, контрольные в голову. Все. Один из самых сильных был. И никогда никому ничего не открывал. Все делал, все довольны. А им делиться надо. Кавказская мафия. А их высчитали. Несколько лет прошло, переломили всех. Зачем вам пистолет туда бросить, если он убился? Да ушел, дорогой, запулил его или закопал дома. Никто не найдет в лесу. Достали, отпечатки на них нашли. Но дальше начался разворот. Все равно жалко. Показывают его труб, как он сидит. Вот есть музей, самый страшный музей. Меня тоже заинтересовало. Женщины там изрубили, бросили, труп расчленили. А голова целая. Эта голова теперь мумифицирована, попал в какой-то поток такой. И теперь она в колпаке. И там идут люди, военно-медицинские музеи. Действительно страшно. Люди, глаза глядят, как-то не закрытые. Одни головы в колпаках. Вот это внутренность, вот это вот то-то, вот это то-то, вот это вот. Там даже видеть страшно. А экскурсовод поднимает, показывает всем. Но это полезно нам знать, кто я такой, из чего состою. Надо идти ровно, пошел. Ну, поняли, кто такие, друзья? Вперед. 18 глава, 10-11 стихи. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицы Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Толкование. Заповедует не презирать и не уничижить так называемых малых, то есть нищих духом. Но великих пред Богом они, говорит, так любезны Богу, что самые ангелы защищают их от вреда демонского. Всякий верующий или даже все мы, люди, имеем ангелов-хранителей. Но ангелы малых и смиренных о Христе так близки к Богу, что непрестанно созерцают лице Его и предстоят Ему. Из всего видно, что хотя все мы имеем ангелов, но ангелы грешников, как бы стыдясь за наше неразумие и сами не имеют дерзновения зреть лице Божие и молиться за нас. Напротив ангелы смиренных зрят лице Божие, потому что ради их, как праведных, имеют дерзновение. Вот так вот постепенно, как бы все время Господь нам это показывает, но непонятно еще. А тут уже дошли до созерцания того, что нам никогда не увидеть. Оказывается, здесь сейчас ангелы, наполняют все. И там люди проходят, и ангелы следят за ними. И в то же время есть бесы, которые ждут своего часа. Чтобы не отогнать ангелов, чтобы наши ангелы с вами имели дерзновение, мы должны быть какими? Смиренными должны быть. Про смирение же тут разговор идет. Раз мы смиренные, то и друзей должны выбирать. Смиренных. Не выбирайте дерзких. Молодежь очень любит, особенно женщины, очень любят дерзких. Они же сильные. Они же Макгрегоры все такие на понтах, в наколках. Все в наколках. Посмотришь, Господи, помилуй, как это они не запрещают родители-то это всего. А все как есть подкаблучники мужчины. А у смиренных безразличные. Ни одно и то же. Смиренные и безразличные? Да. Тождество хотите поставить? Слова эти. С человека один говорит, да это безразличные, мы все равно, а другой говорит, он смиренный. Как узнать? Безразличные и безразличные? Ну, можно, конечно, узнать, я думаю. Можно поговорить с человеком. Ну, даже посмотреть можно на внешность его, какую-то. На наших ребят посмотришь, на сестер, видно, что они не безразличные. Видишь, это должно войти вовнутрь. Ладно, я узнал сейчас. А тут же раздражение подошло, я ее чуть не убил. А как так? Да сам не знаю. Он погневался и ударил. А ударил, он упал головой, ударился и с копылков домой. Иван-то Грозный еще такие глаза нарисовал вороньи. Кошмарно. Вообще кошмарно. Его наследник был. Такие большие надежды подавал. Он полностью взял Министерство иностранных дел вил, сын-то его. А помните в Ермаке там Евстигнеев играет Иоанна Грозного. И этот, Петрушка-то его этот, скомарок. А что, сына-то ты и кольцо тоже Ивана убей. Сына-то ты своего убил, что тут такого? И тут на него «Ну ты дурень». Говори, да не заговаривайся. Может быть, все-таки не убил. Не хотелось бы, конечно, чтобы такие живоглоды правили народом. Так же жили люди. Жили, наслаждались, выкобенивались и все, ничего нет. и кости лежат, а черепа, черепа разные. И это никогда, никогда, никогда не вернуть и не поправить. А уже поколение прошло и все забыто. Сегодня я с мусульманином говорю, я говорю, вот вы мусульманцы это знаете? Да, считал Коран, может, не раз. Я говорю, скажите, ваш основатель религии Мухаммад сколько походов делал, воевал? Воинских? Воинских, с оружием в руках. Ну, меня спрашиваете, сколько Христос? Он не дал меч, говорит, положи в ножны, взявши меч от меча погибнуть. Ни одного не было. Ну, а у вас сколько, он говорит? Ни один мусульманин мне еще ответить не мог. Не знают. Я говорю, 72 похода у него было. И только два оборонительных. А 70 грабил караваны. Караваны грабил, между людьми я разделял. Убийца, грабители, я говорю, и сравни со Христом. Просто мирскими мерками. Мы не знаем, верующих нет. Кому-то это подошло. А молитесь, ответ получаете, он не может сказать. Оттой, сейчас я молюсь, и я получаю ответ. Я знаю, что мне надо. Я прошу, и Господь указывает. Хорошо. Мне особенно сейчас, а с разных сторон пишут. Вчера одна со мной познакомилась. Ну, муж так, в душе только верит. Но интересно, мы шли с ним, разговаривали об одном деле. И только дошли, и ваш ролик. Мы включили, вы дальше продолжаете, о чем говорили. Как это так может быть? Поэтому отовсюду. А об этом деле, я говорю, может, на 100 роликов, один раз. Я прям дословно цитирую. Вы разве знали, что я с ним разговариваю? Ничего я не знал. А почему одинаково? Бог знает. Они говорят, ты старости и подражают. Плодори, ты сочный. Бог так научает. Я сегодня стал полторого, не по-2, 1,28. Все на этом. Все, мы закончим тогда. У меня был, видите, Петеримов, у меня компьютер не работал, то есть, связи с интернетом не было денег. И он пришел, сделал. Даже не верю, что я переключаю форум, работаю нормально. Но тут я успеваю. В рулетку уже два раза залазил. Два ролика составил. Мне нужно, чтобы кто-то рядом сидел, чтобы видел, что там показывает. И сразу кнопку нажал, отрубить его, выкинуть. А бывает так вот, записываю 20 минут, а в это время раз один, потом опять нормально. Уже надо ролик этот останавливать, вырезать. Пошли. Вот эта рулетка для меня как второе поприще, открылась. Каждые с половиной минуты я там сижу. Уже сколько душ найдено. Маленькие ребятишки, вчера я с ними разговаривал, с пацанинком. Ну, совсем махонькие. Я ему о Боге стал говорить. Он сначала кривился, а потом давай молиться. Отдельно. Ну, что где достать, посчитать, я ему все говорю. Я же не знаю, может, рядом родители стоят. Ну, да. А может, какие-то дядьки, которые скажут, ага, поймался соблазнитель душ. Так, ну, продолжаем. Время-то есть у нас, да, еще? 12-14 стихи. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели у 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Толкование. У какого человека было сто овец? У Христа. Ибо все разумное создание, как ангелы, так и люди, сто овец, которых пастырь Христос. Так как Господь не овца, то есть не тварь, но Сын Божий, он оставил 99 овец на небе, то есть ангелов, и приняв взрак раба, пошел искать одну овцу, то есть человеческое естество, и радуется о ней более, нежели о твердости в добре ангелов. Кратко сказать. Это означает, что Бог печется об обращении грешников, и радуется о них более, нежели об утвердившихся в добродетели. Вот ответ, почему чат, почему его бояться нельзя. Вот там они, заблудившиеся-то все, недобродетельные. Готовьтесь, кому-то надо будет продолжать этот чат-рулетку, погружение это. До тех пор, пока там одни праведники, раз включаешь там праведники, праведники, никого нету. Все уже застыдились и убежали. Или перековались. Мечты? Мечты. Мечты? Не мечты это никакие, какие-то мечты. Мечты это плохо. Это не мечты, это надежда и вера. Ожидаемое невидимого. Ждем невидимого мы, вера. А чтобы его дождаться, нужно очень много. Вот Игнать Игнатьевич нам показывает, что чего нужно. Трудиться нужно. Трудиться там, здесь. Так как он сегодня объемлет, надо себя нудить к тому, к проповеди, к благовестию. Сегодня тепло, можно съездить, поблаговествовать, рассказать о Евангелии, о Кресте. Его 21 год. Я не женатый, и женщин не знал. Бородка так растет. Ну, недалеку тут город Ноябрьск. Стали говорить, но он сначала, ну, смотри, у нас, сколько девчат, а сколько ребят-то. Ну, вот один только. Тарасий второй спрятался. Тарасий там завалялся. Кабанев. Не выгодит, распластались дорожные пыли. Этот пастернак пишет про апостолов. Как он, не распластались, а как-то валялись при дорожной пыли. Еще сказать. Вот она подходит, освященник-то и поговорил с ним, он говорит, да я не хочу жениться. Я буду так жить и проповедовать. Меня не смущает это. А видать, хорошая девушка, знакомая, и она как-то в храме была и подошла и за руку его взяла. Ну, вроде как познакомиться-то. Тебя Саша звать? Я как дал по руке ей говорю, ты в сторону раскачил, еще все тут заниматься таким делом, храм это больше. Вот и статы. Видишь, как. мощный, душой. В комплекте у него так и бородка. По руке ее хорошо не по голове дал. Да не за что. Так бы девчонка ходила с Триславой. Мог бы не так, просто сказать, выйдем, там поговорим. Конечно. Более приемлемо было. Конечно. А еще не знаю, как у меня вот такой шпиндик выйдет, и девчонку обижал. А я ее выставил. Ты глянь, маленько ты, глаза разве. Ну разве не видно, какая она вырастет-то? Да пройдет лет 7, ты винтом вокруг нее будешь ходить. Вижу, заулыбариваю. Ты помнишь, я этого? Да, да, да. Стропарелый ребятишек. Еще как. Он спросил у меня. Та сразу выйдет, ответит как надо. Стоит, да. Мало того, она не знаю, у кого научилась, может, у меня грешил. В храме босиком. Мне до того нравится, когда она стоит босиком. Молодец. Главное, он ноги после этого моет, не надо одевать чистые носки. Он лежит еще. Правильно я говорю? Да, давай еще что-то. Смотри ноги. Друзья, товарищи. 15-17 стихия. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычники, мытарь. Толкование блаженого Петра Лакта. Продолжаем про друзей, про наших близких. Дабы ты, соблазняясь, не пал совершенно духом от того, что соблазняющему угрожает горе. Я хочу, говорит Господь, чтоб ты в случае соблазна или вреда обличил обижающих и вредящих тебе, если они христиане. Итак, если обижает тебя неверный, в таком случае отступись и от имения своего. Если же это брат твой, то обличай его и только. Ибо не сказал досади ему, но обличи. Господь хочет, чтобы согрешающие обличаемы были сперва наедине, дабы от обличения при многих не сделались бесстыднее. Если же не устремиться, не устремиться и по обличении при двух или трех свидетелях, тогда объяви о грехе его предстоятелям церкви. Что говорится, церковь, предстоятелям церкви. Ибо когда уже он не послушает двоих или троих, не смотри на то, что по словам закона при двух или трех свидетелях должно стать, то есть быть твердо всякое слово, то остается только, что он вразумлен был церковью. Если же и ее не послушает, то пусть будет отлучен, дабы не заразил своим злом тебя и других. Уподобляет таких братьев мытарем, так как мытарь был предметом особенного презрения. По отношению к обиженному это составляет утешение, то есть, что обидчик его почитается мытарем и язычником, то есть, хищником и неправедником, или грешником и неверным. Вот сколько страшных слов человеку, который не покается. В одном месте написано обличай пред всеми, чтобы и прочие страхы имели. Как вот это вот с этим согласовать? В каких случаях нужно сначала наедине, а в каких пред всеми, чтобы и прочие страхы имели? Ну, погромче. В чем разница милости твоей? Не написано же, что если друг твой согрешил, против тебя, против тебя, тогда обличи его наедине, потом... Брат твой, не просто... Брат, конечно. Там иметь среду против тебя. Против тебя. Наверное, в том разница. И... Ну, здесь, скорее всего, конечно... А иных написано спасайте страхом. Ты об этом говоришь? Нет, в каком случае, чтобы и прочее... пред всеми... тогда пример, когда пред всеми... А там про брата говорится именно, что брата нужно страшить-то или кого там... Нет, то, что он говорит в местописании, это там брата, что ли, стоит? Если брат вас не брать... Обличает... Тут нету этого вообще... Разница в брат, а не в брат. Да, конечно. Сначала один на один, а если он не брат, то тогда можно и пред всеми, чтобы и прочие братья страх имели. Смотри... Там не написано, братья, чтобы прочие имели страх. Там не написано, братья. То есть имеется в виду обличение грехов мира? Да, скорее всего... Перед миром, чтобы мир страх возобновил. Да, да. Скорее всего, там об этом идет, конечно. Братья вообще тут не причем. Нет, вот братья, вот написано все конкретно, вот тут про братов. Про верующих людей, как чад... Чад членов церкви, чад христовых, как нужно дальше идти. Вот все Христос сам говорит. Сначала наедине поговорить с ним, потом дальше один, два свидетеля, и потом следующее предстоятелем церкви, написано, то есть церкви. Церковь, это значит, есть и предстоятели церкви. Обязательно должны быть. Ну, а вот... Не собрание церковное. Должен быть батюшка, должен быть епископ, митрополит или кто, или хоть патриарх. Кто будет, тот им предстоятель. То есть не церковно-приходской совет? Не церковно-приходской... Нет, церковно-приходской может быть, но батюшка во главе. Вот так тогда, да. Полный. Не без его участия. предстоятеля обязательно это и будет церковь уже полнота церкви то здесь уже будет конкретно как бы сам господь присутствовать и тогда конечно возможно что человек действительно поймет что он согрешил покаяться а в этом месте говорится к неверным что страхом спасайте страхом спасайте вот чем дело а тут вибратья они уже спасаемые они уже спасаются их что страхом спасать они уже знают что такое геенологи они уже выбрали царство небесное теперь только они уже грешат так что надо а то а дальше уже возможно и представиться церкви будет спасать страхом его о будет говорить о геене им то есть ты считаешь что написано ели и вина не повреждай то есть гелий это елей елей масло там как бы увещевать этого человека смещение угол уговорами увещеваниями и а вино это строгость учения то есть ну страх наверно все таки ну конечно страшно ну и что же на тут даже написано что и только то есть обличая его и только то есть а что не только это вот удар по руке потом там по губам как там ударил николай ну-ка закрой рот пасть щелк там человека и так далее то есть не надо рук это распускать вот ты разговариваешь разговаривают если не уверен в руках ну засуни куда поглубже и завяжи узлом пальцы там себе и разговаривай с ним если чувствуешь но я думаю с такими пожеланиями ты ты сам может быть грешник уже ну понятно что ты должен кротко горячие угли на голову то написано на горячие угли на голову но и лейт словом божьим горячие угли на тему все иной раз вы значит когда начинали говорить братья сразу понимали о ком речь идет я уж не говорю там не фамилии прям вскакивали и говорили это вы чё обо мне говорите здесь я раз ты понял что тебе молодец я даже не имел виду совершенно даже не ни одного процента я вообще отвлеченно сказал что-то да вот я вышел из храма миша никитин опять про меня заводили ждал любил это звайка тоже сказал что машина продаете каждый день машинах еще не разбирает я жил на квартире он машины ремонтировал я не знал отец александр жалтухин подошел выше а мне казалось иначе всю кровь и против меня говорили и хотеть сажать какая-то что его нет конечно сколько у нас было батюшек то я генит смирение не один не проявил невероятно просто нас по счету усматривает ну вот митрополита уже как бы послал что есть жилье он сидел тут все смиренно выслушал вот то смирение это показывает митрополит больше чем все остальные ну вот еще беляев 7 сергеев священник я же мог не говорите это предложение то что а возьми да и скажу как попало это патриарх развороте да а я думаю зря сказала ему так печально против не скажет как гость а если где-то пойдет и черты молчал я так и считаю а патриарх посмотрит в зеркале гокнуть на себя и скажет слушайте игнати мне же говорю повыше бы надо и все вдруг есть это вот так вот и вот сюда всегда подмышку путин крестился правильно нормально сейчас точно так же стал хвощам прислонился путин перекрестился и в одну да надо же порогатые какие надо же президента заставили до пигнать его прям подошел а его охрана идет храме идет охрана со всех сторон а по иконам освещать тресло так громко тоже опасно стихотворение есть вещи трещат как нагады а так бы настоящий был бы христианин мужиком сказал охрана уйдите все меня господь защитит вперед пошел и все ко мне приехал бы накормил его достойно батюшки начинавали его полежал поспал и немножко глядишь оттаяла на сердце дать прищите на боже работает мы встаем тут с мужем это ирма и развал регист ну как регистрация отнимите дальше-то лезис-регист пять букв страция строительство 440 считаем утренние правила стопоклонная молитвы они они католики они теперь готовятся принять крещение православной церкви слышишь нет которая которая помогала деньги тут я поняла как он никите речь идет старте а каком никите говорите может а виталий никита какой калинников уехал задавали они никита вы сказали никита я и спрашиваю нет не виноват виталий да конечно я чувствую что ли виталий говорит мы работаем сразу много работы еще не сказал только но главное все довольны и диски привез я не знаю как бы вы были ли не наш весь архив никита рядом женщина вас вызвала чтобы сама не просил ничего выслать и реабилитирует тысячи евро за 70 тысяч рублей накупили дисков переписали а еще один сделаешь ты я только знаю она прислала другой сделал 3 и сделал 4 5 там ставим одному ничего не сделать это друзья я знаю что это надо если тут закроешь чтобы открыть там враги лютуют они бы разорвали на счастье вот друзья так это другой разговор которые помогают приходил тут один и приносил деньги которые имеет у нас доступ чтобы она продала наш пароль чтобы он зашел и испортил там все ключ от дома дать а я его жене тут сказала она у нас краю ходит молится то она году у нее и денег то нету они работают как они охотятся за мной это конца края несколько я только занес черный список теперь уже семь с половиной тысяч человек тысяч это вообще на друзей еще больше друзья то такие вот сейчас приходят сразу два человека крещение еще где принять люди новая слава господом еще нельзя все счет у нас а я лопаются и все для интересного числа такой только пакости приставка в одном человеке 4 ролика а еще может 44 будет а на душе до того жалко него бритый сидит никакой то какой-то покой его и все клянут у него ни одного слова нет сам там себе или его там помощники за деньги мой молодец саша так и держи туда его и дорога лапкин давайте скорее мы поможем тебе чтобы стерли в порошок его обратимся в администрацию края их уничтожит экстремистская организация потеряете у меня официальный который у нас гостиница приезжает саманной называется и сама на кирпичом обложили и вот когда начнешь на ход смотреть как это домик ладно мой мой а как принадлежал главному врагу тогда был милиционер и бац всего в мозге инсульта вскопыльнулся нету достался мне никто не берет она меня нашла на берегу реки там это и прокупить и купить и купить и никого ей надо выезжать я за приобрал его привал к рукам супруга его да а жена его даже на все обошлось еще если бы была вера тут по-другому было его активность вот ваши слова что-то бухтеть нас еще сделаем то когда его есть не воздержу как резиновую фигуру раздуло вообще я ничего не знаю вы сами на меня лезете так получается да вы такие слова говорите прибрал к рукам вот обязательно это сейчас выставит и будет прибрал к рукам прибрал к рукам еще глаза такие как сделают и все так это вы сказали это сейчас как афоризмы какие-то берут от меня я узнаю да мои слова то где-то ну я то просто сказал тогда вот когда мне первый раз хватали фильме снимать и так три или четыре раза батюшка звонил но согласись согласись а я за славой гоняю что зачем режиссер на режиссер хороший корма вашей юрий николаевич и все будет осталось бы так познакомились снимать тогда снимаете я то при чем здесь нету чтобы я был комментировал как-то вот этот золотухин привел местного опять же здесь был режиссер кузнецова сюда кузнецова владимир сергеевич они снимали по чуйскому тракту там много заключенных было игры вы ко мне пришли то вы знаете кому пришли ведь если я вам буду говорить в этого не поставить если поставите то больше тебе не дадут работы тебя выгонят я же вам скажу такое вот такое она остается память а что вы накручите говорить и вас никто не трогает это ничего не значит ролики на которые нападают они вдруг расцветают оживают теперь люди смотрят а там же ничего нету но распрах напал значит что то есть есть то чего ни у кого нету маленько ты гляну даже вот эти девчата сидят за столом обедом там под проводами около лагеря на куще то это обед был но этот ролик нападать это вообще ты там с этой с валентиной хапилиной раздаете обед слова нельзя сказать глаза такого не видали как слаженно четко сидят наверху девчонки такие бухтят и все то есть от злобы лопаются у них нет ничего я никогда не думал что такие ролики у нас сильнейших завущие подражание будут нападать как нападать так это все хорошо воздух гости еда давай едой довольны все довольны тарасик там сидит тоже вот так вот его там видать это тоже только радуется какие дети нет а это что за зомбировал и это готовят преступников там фу строго то только господи молись это зуби да не могу я любил вас но да сложно это точно если бы они в суд выше тут бы я развернулся так и никого и них поэтому сложно с мусульманами разговаривать они не понимают что такое возлюбив врага своего там на корме а грязь как-то сети попадают они в чате мусульмане то это а я один дома то я салтырь такой-то глава такая-то салон такой-то считаю а потом господи пошли добрых проповедников миссионеров христианам язычникам иудеям мусульманам у буддистов как как-то мусульман у него так вот все вокруг сразу где-то мусульман истины не знают люди погибают здесь и приехали пришли они сюда только для разврата держу они все я перекрестился они опрокинулись никого не исчезают как только крест на знамени увидел секунды однако вы кубы да а бывает один мальчишка такой хороший ему за лет 12 и мы с ним разговаривали на целый час сверху пойти а господи он спрашивает все это там в рулетке нашел до хорошие там если лучше а этому то говорят которыми нападают трус презрета нигде ни разу с мусульманами не беседу как огня боится у меня то переполнено все я тут мусульманам там на дому ночи ночевали у них у их священника как молнии сказать а у них ничего нету у меня здесь в рулетке только был не менее четырех уже роликов с мусульманами беседы с мусульманами надо знать надо только тонко чувствовать даже индивидуально не разное да что примет что не примет не перед ним толку я им как раз по это за по их задаю вопрос он не знает а теперь я говорю опровергать не может потому что не знает а я называю материал откуда это взято еще сравнивать один занимается разбоем а господь приводит жизни вещи еще тут огромная разница все выходит все нет еще нам нужно идти так закончили 1818 давайте молитесь Достойно есть этого истину, Боже, Тетя, Богородицу, Присноблаженную и пренепоручную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херуин, И славнейшую без сравнения серафим, Без искления Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу Тебя величает. Господи Божий наш, слава Тебе за этот прекрасный воскресный день, Как Бог это нам открыл. Прости, что не по воле Твоей было сказано или сделано. Святой Иоанн Заталус учит, в первую очередь молитесь о врагах. Коснись их сердец, обрати на путь покаяния, не дай им погибнуть. И в судный день не помяни их безумия. Прими наши труды и посети болящих наших, братьев и сестер, утешь их. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Слава. Спаси Христос. Я уйду сейчас. Давай.